Добрый день, меня зовут Прокопьев Стас, ученик 8-го А-класса Чаровчинской гимназии имени Степанова Кузьмича Макарова. Тема моей работы – прозрачная древесина. Сейчас нам очень трудно представить жизнь без стекла, самым широко применяемым материалом в быту и в строительстве. Актуальность. Если дерево сделает прозрачным, то в будущем он может стать экологически чистым заменителем стекла и пластика. Цель работы – исследовать и изучить способы получения стекла из древесины. Гипотеза – древесина – материал, обладающий необычными свойствами. Используйте стекло прежде всего в производстве окон. Если посмотреть на статистику распределения теплопотерь в доме, то на окна приходится от 10 до 25%. Американские исследователи разработали уникальный прозрачный материал на основе древесин. Они уверены, что прозрачное дерево скоро заменит стекло. Мы решили исследовать способы получения прозрачной древесины в домашних условиях. Для этого выбрали некоторые породы древесин – береза, осина и лиственница. Также провели опыты. Опыт 1. Проверка присутствия лигнина в древесине. Вывод. Во всех древесинах присутствует лигнин. Опыт 2. Удаление лигнина. Приготовили раствор воды, гидроксида натрия, сульфита натрия в отношении 100, 10 и 5. Увидели изменение цвета прозрачности с древесин. Опыт 3. Удаление лигнина. Вариант 2. Обработка древесины перипси водорода. Воздействие ультрафиолетовым цветом. Вывод. Увидели изменение прозрачности чуть меньше, чем в первом варианте. Также по первому варианту сделали еще опыты. Вывод. Чем дальше древесины лежат в растворе, тем прозрачнее становятся. Более заметно увеличилась прозрачность древесины и осины. Это можно объяснить тем, что плотность осины меньше, чем другие. Также определили плотность и прочность древесин. Вывод. После обработки плотность осины уменьшается почти в два раза. Прочность древесины уменьшается. Определили коэффициент теплопроводности по плотности. Вывод. Чем дальше плотность, тем выше коэффициент теплопроводности. Вывод. По итогам изученных материалов сети интернет и собственных наблюдений и опытов, мы делаем вывод, что древесина материала обладающая необычными свойствами. Изучили и исследовали способы, с помощью которых можно древесины сделать прозрачными. Результат можно считать успешным. Материал проспускал свет. К тому же дерево стало легче. Таким образом, задачи исследовательской работы решены. Поставленная цель достигнута. Выдвинутая гипотеза на данном этапе выяснена. Продолжение следует...